который сейчас есть, а вот Дмитрий Константинович, хотел бы вас уточнить, вот речь шла как раз о том самом самостреле, а вот к чему он может привести все-таки сейчас, что нам ждать, вот как говорится зима близко или что, сколько можно вот западу, по сути, ладно, хорошо на нас направлена эта их пропаганда агрессивная, а ну она же направлена и на своих жителей, сколько можно своих-то дурить? Ну, прежде всего, я хотел бы поддержать вот китайского коллегу из Global Times, и мы здесь, в России, испытываем полную солидарность с Китаем и понимаем, в каком положении оказывается Китай и с Индзианом, и с Тайванем, и вот какой грязный поток информационный американцы пытаются Китай погрузить. Но Америка, по-моему, это общее место, но не нужно об этом забывать, стремиться к мировому господству. И сейчас используют в качестве расходного материала для начала Украину, а потом уже и всю Западную Европу. То есть, фактически, вот я взял там книжку Троцкого, известный революционный деятель, который был главой Петросовета еще в первую русскую революцию 1905 года, и его отправили на каторгу в Сибирь, а оттуда он бежал в Европу, а потом в январе 1917 года приплыл на пароходе в Америку. И стал изучать вообще американскую жизнь, и удивился американскому экспорту и росту американского экономического могущества в годы Первой мировой войны. И писал, что да, Нью-Йорк мне симпатичен, как такой кубистический город, но он является отражением многих современных тенденций. И он говорит, но мне, как европейцу, больно смотреть на то, во что же превращается Европа, в Первую мировую войну. То есть, американцам экономически и политически, как угодно, стратегически выгодны войны в Европе. Просто выгодно, они на этом зарабатывают. И вот сейчас европейцы, так же, как была выгодна Вторая мировая, они потеряли американцам меньше во Вторую мировую, чем Советский Союз, лишь освобождая Польшу. И вот сейчас европейцы... Да, и Троцкий пишет, не превратится ли вся Европа в кладбище, пока американцы зарабатывают. Так вот, Европа превратилась в кладбище в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. И вот сейчас европейцы наступают на грабли в третий раз. А американцам это выгодно, и они стравливают Европу и Россию. Ну, представляете, какой вообще абсурд, к чему это приведет? Вот к этому и приводит. Это вот есть результат, в том числе информационной войны, промывания мозгов, давления такого. Они заставляют европейцев предпринимать санкции против России, а потом и против Китая будут натравливать эти санкции и принимать совершенно самоубийственные для Европы. Будет прозрение потом бунты? Ну, я в этом не сомневаюсь, потому что ничего хорошего это Европе не принесет. Это принесет и бунты, и экономическое разрушение. А представьте себе, что если бы Европа, во-первых, совершенно на принципах здравого смысла осудила нацизм, ну, осудите, но даже очевидно, вместе с Россией, давно бы уже все это зачистили, объединила бы свой экономический и политический потенциал, ну, где была бы Америка? Ну, конечно, ей это невыгодно. Ну, а сейчас мы приехали уже евро дешевле доллара стабильно, ну и так далее. То есть траектория Европы просто вызывает тревогу, скажем так. Так, Россия справится. Мы переформатируем свою экономику, мы зачистим в результате нацизм, потому что это наша историческая миссия, в данном случае в Европе, на примере Украины. Мы выживем. А что будет там, я как бы не знаю, потому что там народ-то нежный. В общем так, поэтому мы говорим об информационном противостоянии, потому что это не просто информационном, а это связано с жизнями и с, ну, таким экзистенциальными рисками для континента, для культуры. Ну, вообще, что сейчас происходит с европейской культурой? Они сдают просто свои традиции и свой корень культурный. Ну, это же самоуничтожение. Ну, как-то так. Поэтому дело-то серьёзное. Да, и зиму это близко, конечно.